Вечером в субботу появилась информация о том, что вооруженные силы Украины разрушили еще один важный мост в Курской области. По данным российских Z-военкоров, это произошло в селе Званное Глушковского района. Мост проходил через реку Сейм. Теперь там можно только пройти пешком или проехать на небольшом легковом авто, говорят местные жители. Изоляция довольно внушительного приграничного участка в Курской области продолжается, жалуются россияне. Таким образом, силы обороны Украины пытаются увеличить в полтора раза зону боевых действий в Курской области. Мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. А что, так можно было, что ли? Давайте-ка все-таки проанализируем эту историю с мостами в Курской области. Она же прекрасна. Сумел только взять в целом Суджу и немножко там южнее тоже продвинулся вперед. Об этом мы чуть попозже поговорим. А сейчас же, в последние дни, несколько дней, он все активнее и активнее работает именно на южном Пассейме, в районе Глушково, в районе южнее Коренева. Здесь его удары. Вчера он вынес наш мост, главный мост через Сейм в районе Глушково. Есть еще несколько более малых мостов. Тем не менее, они под огневым контролем противника. Собственно говоря, на этой схеме, которую вы только что видели на экране, которую предоставил военблогер Подоляка, ну такой себе чел, сначала жил в Украине, теперь всем показывают фотографию, как он видел Путина. Тут дело в чем, что он очень красиво показал санитарную зону, которая формируется на территории Курской области. Как выяснилось, наш план, он очень и очень прост. Когда взрывают мосты, когда хотят остановить наступление, ну в нашем, в данном случае случае, контрнаступление российской армии. И я так это вижу, что вот это вот село Глушково, оно как бы является вот этой точкой, от которой и будет распространяться к украинской границе санитарная зона. Это создание плацдарма безопасности, то есть отзеркаливания того, что мы сделали в Харьковской области. Именно для этого были направлены эти войска, для того, чтобы уберечь суммы от захвата российской армии. Но мы видим, что и даже эта версия не срабатывает. Или даже формулировки списали у Путина. Все списали. Там просматривается природный рубеж обороны, это на реке Сейм. Она, кстати, потом заходит в Украину и впадает в украинскую речку Досна. Я знаю, где она впадает, это прекрасные и очень красивые места. И вот теперь этот Сейм становится рубежом обороны. Оказывается, по мосту можно долбить не только хаймарсами. Не только хаймарсами. Можно бомбить их высокоточными авиабомбами. Что это? Джадам, Хаммер или может что-то другое? С большой вероятностью мы узнаем, но немножко попозже. А может быть даже после войны. И вот эта территория, от Сейма и, соответственно, в сторону границы Украины, она будет территорией, где памятники Владимиру Ленину признаны вне закона. А от этого Путина в бункере крючит и корежит. Насколько мне известно, наши военные навели переправы понтонные. То есть, таким образом снабжение этого участка с нашей стороны идет. К сожалению, это в какой-то степени не позволило закончить эвакуацию населения. Большая часть населения была эвакуирована. К сожалению, не все. Сейчас эта территория полностью у власти военных. Наших военных, вооруженных сил Украины. Но по понтонным переправам также может прилететь и прилетит. В любом случае, плацдарм украинской армии в Курской области будет составлять около 700 тысяч человек. И с большой вероятностью, все вот эти вот мальчики, срочники, которые сейчас там остались и брошены Путиным, они будут или уничтожены, или если им повезет, а мы будем исходить из того, что им повезет, они попадут в украинский плен, где потом радостно расскажут, как Путин их отправил на войну. И там вот эта вот тема, что срочники должны воевать точно так же, как и все остальные, она прекрасна. Хотя нет, не просто так. Бесплатно воевать они должны, потому что все остальные российские товарищи воюют вот так. Это мысль, которая и меня не отпускает. Да, пусть воюют мобилизованные, пусть воюют Вася, который подписал контракт. И я понимаю, представляю, с какими лицами многие об этом говорят, про этого Васю, который воюет. Ну, он же пошел за деньги воевать. А большая часть не хочет об этом знать. Даже знать об этом никто не хочет. У них заканчивается лето, у них отпуска. Я когда слышу о том, что чиновники, там, тот-то, тот-то, тот-то ушел в отпуск, я теряю дар речи. Это вообще как? То есть враг топчет курскую землю, 200 тысяч беженцев в Курской области, в Белгородской области, режим КТО в приграничных четырех областях, а чиновники, депутаты, у них есть отпуска? Да? Серьезно? Прекрасно все понимают в России, что Вася, он, да, он продал свою жизнь Владимиру Путину. Он отправился на войну исключительно за деньги. И это главная и единственная мотивация. Поэтому они сейчас все вот эти вот щеки надувают, вставай, страна огромная, надо воевать бесплатно, всех под ружье и так далее, и так далее. Но вот эта вот фраза, чиновники в отпуске, знаете, кто сейчас в отпуске? Дмитрий Сергеевич Песков, человек, который несет пургун, но сейчас он не несет, он отдыхает. Это род Путина отдыхает. Ничего себе, сам Путин сидит в бункере, а его род отдыхает. И на него крошит батон. Мне нравится, когда они крошат батон друг на друга. На военкоры, на Аптиароновича Лаудинова. А Аптиаронович, соответственно, называет военкоров курочками только мужского рода. И, судя по всему, намекает, что они могут стать барашками. И теперь вот кидают непосредственно в кремлевские башни, где сидят эти дедушки. Нет, простите, они сейчас не в Кремле сидят. Они сидят в бункере. Это те дедушки, которые пришли ко власти в Российской Федерации на терроре в 2000-х годах. На взрывах домов, рязанский сахар и так далее. Теракты. И теперь они чувствуют, что могут продолжать исключительно так. Но вы звали ветер. Вы думали, вас будут встречать в Украине с цветами. И вы пожнете бурю. Мосты в воздух. Все мосты, которые построили за последние 20 лет в России, будут... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова